Жуй хорошо! Ты новый календарь из Европы привёз? Привёз! И когда у нас теперь Новый Год, а? В январе? Это же просто бухгалтерская мера! Я не понял, в чём собственно дело? Ну, был Новый Год в сентябре, будет в январе... Да сто сто важного! А между сентябрём и январём разве год умещается? Вот именно! Но, а в апокалипсисе сказано, вот придёт антихрист и времени уже не будет! А ну, цыц! Предрассудки! Конечно! Особенно, ежели учесть, что на церковных фресках грешники в аду изображаются бритыми! Так что думай, Дёдор Алексеевич! Или как там тебе на самом деле я и... Да и тут с союзниками беда! Ох, атаку! Да-я-я-я-я! Что там такое? Опять монахи! Гони их к монахам, я же сказал! Чё-то я чувствую, Алексеевич, не те предметы ты учил! Надо было тебе не артиллерию с кавалерией учить, а юриспруденцию и право! Ммм, без надобности мне эти витиеватости словесные! Меня народ и так поймёт! Аглинская вольность у нас не к месту, как к стене горох! Надо знать народ, как он им управлять! А это мы сейчас и проверим! Найдите кого-нибудь из народа! Здорово, мужики! Здрасте, здрасте! Ну и как вам вытьё в глубинке? Да, чё-то я своего барина понимать перестал! А раньше мы, если об один рукав сопли вытирали, а сейчас я и не пойму его! Утром выходишь, скотин, подойдёт, он тут на крыльце стоит, в шёлковом халате, с кофеем, тьфу! В руке по-мишпански, по-германски говорите, словно инопланетянин какой! А вот это в пряне инопланетяне! Да, свой! Мы с мужиками его в лес затащили, вилами и вы потрошили, наша кровища! А общего языка нету! Ладно, некогда мне с вами языком трещать, пойдём мы следующего потрошить! Спасибо! Вот видите, Пётр Алексеевич, к чему привели ваши реформы? Они привели к тому, что мы обогнали Европу! Мы экспортируем, между прочим, 83% изделий и только 27% сырья! А внутри страны? Ведь до вас быт, язык и одежда народа и бояр не отличались! А вы внесли культурный раскол, так сказать, на столе против себя всех! Это только первая ваша ошибка! А зато я создал империю! А это вторая! Э, оркестр! И какая же это ошибка? Империя – это сила! А, и геморрой! А, смотрите! Это есть Россия! А теперь смотрите! Робля! Лифляндия, Нестляндия, Каспий! И это только я! Потом Екатерина вторая! Эй, Катя! Концу ми бита! Я, я, бегу, бегу! Крым, Одесса, Херсон, Западная Белоруссия, Литва, Волынь, Бурляндия! Стоп, 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 стоп! Остановитесь, собиратели земли русской! США! Кто это? О, Александр! Причем это только первый! Вон и второй! Второй на подходе! Кахетинское царство, Грузия, Абхазия, Финляндия, Больша, Кавказ, Дагестан, Кагант, Бухарский Эмират! Остановитесь! Курилы! Островы! О! О! Упс! То, если понятно, да? Без опозу! От России отделилось ровно то, что началось с вас, с империи. Причем отделилось и продолжает отделяться. С кровью. Я извиняюсь, они не уходят. Кто? Да он монахи. Господи, ну! Крен с ними! Зови! Чего надо? Мы пришли сказать, что мы прийти не можем. Нас мама не усела. Дурдом! Степ, ты что-нибудь понимаешь? Погодите, погодите, вы, 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 простите. Вы откуда, люди добрые? Мы из Киевской Могилянской Академии. И пришли мы сказать, чтобы нас не ждали. Пока. Я согласен со свиньей. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. Кто эти монахи? Киевская Могилянская Академия, Петр Алексеевич. Но? Издавна поставляла в Москву воспитателей для государей российских. Они ведали гуманитарным образованием. Но? Вот если бы вы поехали в Европу после обучения у монахов, вы бы видели во всем сперва человека, а только затем, извините, баталии да артиллерии. Погодите. Чего же они раньше не пришли? Мама не пустила. Да, мама Петра Алексеевича, Наталья Налыскина не позволила монахам заниматься обучением государя. Вот и поимели мы на свою голову государя-технаря. А уж за это спасибо немецкой слободе. Пацаны, я тут ни при чем. Как у вас говорится, упс. Да-да-да, упс. Упс, упс. Если бы монахи все же дошли, то мы жили бы в другие времена. Покедула! Ну вот, такую империю развалили. А собирать кому? Мне? Нет! 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 Субтитры создавал DimaTorzok